Наши братья и сестры, кто нас смотрит, принимайте, потому что расстояние не проблема, и вам не нужно ожидать, чтобы к вам кто-то прикоснулся. На самом деле, хорошо, если это есть, но вам не нужно именно это, чтобы к вам прикоснулся человек. Ищите, чтобы к вам прикоснулся Дух Святой. Ищите, чтобы Божий перст коснулся вас. Потому что Иисус сказал фарисеям, книжникам, если я перстом Бога изгоняю демонов, то достигла до вас Царство Божие. Поэтому простите, чтобы перст Божий коснулся вас. Потому что это Бог совершает Духом Святым. И давайте, кто здесь, просить, чтобы Дух Святой, Он просто изливался немерой. На наших братьев и сестер и здесь, чтобы Он изливался немерой. Просите, чтобы Он изливался немерой. Потому что Бог кормит голодных. Бог поет жаждущих. Если вы жаждете не одиннажды исполнения, а постоянно быть исполненными, Он вас исполнит. Он даст Духа Святого просящим. Просите, просите, потому что нам нужно это. Аллилуйя. Закройте глаза и просите, чтобы Бог вас наполнял, переполнял Духом Святым. Кто-то удовлетворен от того, что Он просто говорит языками. Нам нужно быть переполненными Духом Святым. Потому что Иисус сказал, верующий в Меня и дела, которые Я творю, Он сотворит тоже и больше сотворит. Потому что Я к Отцу Моему иду. Наша миссия продолжить дела Иисуса. Не продолжить расширение наших церквей. Не продолжить расширение вашего видения, вашего служения. Он сказал, Я ухожу. Вы, кто верит, будете делать то, что Я делал, и больше будете делать. Он указал на то, что Его служение должно быть продолжено. И подумайте на минуту, что делал Иисус. Он не занимался только исцелением. Он не занимался только милосердием. Он не занимался только пророчеством. Только научением. Он сказал, то, что Я делал. Все, что делал Иисус. Он сказал, вы продолжите, потому что я к отцу иду. И даже больше сделаете. Мы должны продолжить служение Иисуса. Давайте скажем, я должен продолжить служение Иисуса. Кто из вас ищет волю Божию для вашей жизни? Вот воля Божия для вашей жизни. Продолжайте служение Иисуса, потому что он сказал, я иду к отцу. Вы будете делать то, что я делал, и больше будете делать. И после этого Он сказал, я пойду, но пошли Духа Святого. Сразу после этого Он сказал о Духе Святом. Именно Дух Святой поможет нам воплотить Иисуса здесь на земле, чтобы Иисус воплотился через каждого из вас. И нам не нужно быть похожим на кого-то проповедника, на кого-то учителя. Нам не нужно быть похожим ни на кого, кроме Иисуса. Чтобы Он через нас продолжал служение. Только уже не в одном теле, а в миллионах тел. Аллилуйя. Поэтому если хочешь на кого-то быть похожим, лучше быть похожим на Иисуса. Потому что Дух Святой точно будет действовать в твоей жизни. Если ты будешь хотеть похожим быть на кого-то, это не факт, что Дух Святой будет содействовать. Но если ты будешь продолжать служение Иисуса, Дух Святой будет продолжать через тебя делать то, что Он делает через Иисуса. Потому что до того, как Иисус сошел, как Дух Святой сошел на Иисуса, Иисус был обычным человеком, сыном плотника. Этот Дух Святой сделал великие вещи через Иисуса. Поэтому великие вещи начинают происходить в нашей жизни, когда Дух Святой не просто один раз сошел в нас, когда мы исполнили Духа Святого. Когда у нас постоянное хождение с Ним, постоянное наполнение, пребывание Духа Святого на нас. Поэтому ищите этого и просите этого, чтобы Дух Святой исполнял. Когда-то Он исполнил вас, вы заговорили языками, этого недостаточно. Разве служение Иисуса заключалось в говорении языках, на языках? Это мало. Вы начали в каких-то дарах действовать. Разве вы это и все, что было в служении Иисуса? Есть больше. Знаете, и это очень правильно практик Богу и говорить, если есть больше, я хочу это взять. Если есть что-то больше, я это беру. И можете даже сейчас спросить об этом. Потому что Иисус сказал о большем. Он сказал, я иду. Вы сделаете то, что я, и больше сделаете. Подумайте о том, что делал Иисус. Как велико то, что сделал Иисус. И есть, Он сказал, больше, что вы сотворите. Поэтому, если о чем-то и есть смысл просить у Бога, просите у Бога больше. Боже, если есть больше, что может быть в моей жизни, я прошу об этом больше. Я прошу, я хочу этого большего. Я этот человек, который беру это больше. И просите его о большем. Просите о большем. И все это производит Святой Дух. Без Духа Святого ничего не происходит. Все это делает Святой Дух. Дух Святой. переполняй тех, кто жаждет, те, кто голоден. Переполняй, переполняй, переполняй тех, кто жаждет большего, тех, кто желает быть похожим на Иисуса Христа. Переполняй, переполняй, переполняй. Готов сердца. Готов. 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 Тех, кто пойдут и через кого Иисус воплотится. Готов этих людей. Я вместе с вами прошу Духа Святого, чтобы Он отмечал этих людей, касался этих людей, наполнял этих людей. Просите обезлияние Духа Святого. Именно Дух Святой делает то, что вы делаете, то, что делал Иисус, и больше того делаете. Это Дух Святой делает. Иисус сказал, я уйду. Я уйду, но Он придет. Благодаря Духу Святому это возможно. Только, только, только благодаря Духу Святому. И никак иначе, никак по-другому это не получится. Дух Святой, я хочу больше. Я хочу больше. Если есть что-то больше, а Слово говорит есть, я хочу это больше. Дай мне это больше. Во имя Иисуса. Знаете, Иисус заплатил цену. И нам придется заплатить цену. Но не бойтесь, награда очень велика. Аллилуйя. Не бойтесь платить цену, чтобы Христос воплотился в вас и смотрел через вас, ходил через вас, говорил через вас, возлагал руки, любил через вас. Это стоит того. Это стоит того. Аллилуйя. Кто этого желает? Господь, Ты видишь наши руки? Ты видишь желание нашего сердца? Захвати, Господь. Захвати твоих сыновей и дочерей. Захвати. 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 Аллилуйя. Больше, Дух Святой. Больше. 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 Аллилуйя. 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 Продолжение следует...